Еще раз всех приветствую, всех, кто к нам присоединяется, присоединился. Наша встреча сегодня посвящена тому, как снимался документальный фильм «План Б. Самоспасение» о волонтерах, которые помогали в Кыргызстане во время пандемии. И у нас сегодня авторы этого документального фильма, и у нас будет такая классная возможность пообщаться, позадавать вопросы. Сейчас я вам расскажу немного о проекте, который организовал данные мероприятия и фильм. Потом у нас будет представление непосредственно о создателе фильма. И основная такая часть, 90% нашего времени, мы будем общаться, вы сможете задавать свои вопросы, делиться впечатлениями. И потом наши авторы фильма поделятся своими планами. Вот, коротко. Я прошу вас отключить свои микрофоны, чтобы не было лишнего шума. И когда у нас будет блок вопросов и ответов, вы сможете поднимать руку. Я буду отслеживать, и вот сейчас Гуль тоже будет мне помогать. И вы сможете вот так устно задавать вопросы, или там в чате, как вам удобно. Вот, надеюсь, что у нас очень продуктивно, весело пройдет время. Наверняка все из вас посмотрели этот фильм «План Б». Он уже в совокупности по социальным сетям, там, где был опубликован, набрал около 200 тысяч просмотров, если не ошибаюсь, было очень много комментариев, репостов. В общем, классный эффект, классный охват. Подробнее о каких-то последствиях хороших мы еще поговорим. И данный проект, данный фильм, он был снят в рамках проекта поддержки новых медиа и цифровой журналистики в странах Центральной Азии. В начале весны у нас объявлялся конкурс о том, что мы приглашаем всех СМИ, блогеров к сотрудничеству. И мы хотели бы, хотим всевозможными способами поддержать медиа-сферу в нашем регионе, чтобы они могли развиваться. Вот, как вы знаете, у нас уже очень много всяких новых форматов появляется, нужно двигаться, развиваться постоянно. Вот, и этот проект собрал 20, в совокупности 20 блогеров и СМИ, для того, чтобы поддерживать технически, материально, где-то образовательным образом, для того, чтобы поднимать и развивать журналистику в нашем регионе. Вот, и один из таких первых продуктов уже начал появляться спустя несколько месяцев. Вот этот документальный фильм «План Б». И с нами сегодня команда «Башта», которая состоит из трех человек, соответственно, авторов этого фильма. Мы сейчас с ним познакомимся. Ну, они сейчас из двух состоят, но на самом деле из трех, просто третий человек попозже подойдет. Вот, здесь с нами Азат Рызиев, он родимал дембекова. Азат, он является медиатренером, и мы с ним тоже, с ребятами вообще познакомились лично на Бишкевском видеоквесте. Вот, ребята учили, как создавать капшн-видео. И они очень в этом плане продвинутые, они работали в издании «Клоб». Сейчас они двигают такой свой творческий влог «Башта». Вот, можете тоже заглянуть, подписаться, поддержать. И вот это вкратце. Еще подойдет телег, он тоже помогает ребятам, занимается монтажом, как видеооператор и вот часть этой креативной команды. Вот, ребята, если вы хотите поприветствовать, у нас что-то нам сказать хорошее. Всем привет, мы рады, что вы все участвуете на этой встрече. Мы надеемся, что мы сможем чем-то полезным поделиться, хотя вы там не очень уверены. Но, что мы знаем, мы попытаемся рассказать и ответить с удовольствием на все ваши вопросы. Если вы смотрели наш фильм, мы вам благодарны, что решили его посмотреть. Меня зовут Азат, я работал видеоредактором в издании «Клоб Кейджи». И теперь я работаю фрилансером, сотрудничаю с международными местными изданиями в Кыргызстане. Меня зовут Нурджемал, я тоже работала в «Клобе», но немножко на другой позиции. Я была журналистом, редактором в «Клоб Кейджи», делала репортажи. И потом я писала для аналитического портала «Евразия.нет» про Центральную Азию, про Кыргызстан. И вот после этого мы решили создать параллельную проекцию небольшой «Башта». И вот как раз на нем вы видели, скорее всего, наше видео. Мы продолжаем сотрудничать с «Клобом». И, может, некоторые из вас как раз-таки на страницах «Клоба» смогли посмотреть план «Б» самоспасения. Вот. Будем рады ответить на все ваши вопросы. Очень рады всех видеть. Классно. Ну, я думаю, что мы можем прям сразу начинать с вопросов. Вы можете поднимать руку. Или прям включать микрофон, но так, чтобы этого хаотично не было. Вот. Может быть, кто-то хочет поделиться впечатлением. Например, я вот посмотрела фильм где-то недели-две, недели-полторы назад. И сейчас опять пересмотрела. И чуть-чуть такое другое настроение у меня сразу. Задумавшиеся. Вот. Как переводится Баштаз? Спрашивают у нас в чате. Давайте, может, такую историю, как вы к этому названию пришли. Почему? Так, хорошая вопрос. Мы впервые со всеми друзьями решили отдохнуть где-то. Мы были в разных частях планеты. Ну, кто-то в Кыргызстане, кто-то в Европе. И потом мы встретились в Турции перед тем, как прилететь в Кыргызстан. И как раз думали об этом проекте там. И думали, что же такое название придумать. И в какой-то момент мы понимали, что мы долгое время не могли запустить наш проект. То есть мы думали, готовились, и мы подумали, вот Башта, это же хорошее слово. Для самих себя можно сказать, да, Башта, начни. Начните перевод с крыгызского языка Башта, да, начинай что-то. И потом мы подумали, одновременно, может, мы что-то можем донести молодежи, ну, в основном наша аудитория молодежи, но и также всем группам, что что-то, что останется в их голове и что им запомнится, да. И поэтому получилось такое название Башта. То есть, с одной стороны, начинай какую-то мотивацию себе и другим, а с другой стороны, чем-то запомнится, и чтобы что-то полезное было в нашем контенте, что-то вдохновляющее, может, для кого-то. Вот. Вот так вот пришли к названию. Лежали. Ничего такого супер нету, что мы там стояли. Было круто. Нет, мы лежали все и думали, так, как это название. И потом вот так вот пришли к этому названию. Высокая амбицина. Стильное название, классный фильм. Как собиралась история для съемки? Вот вопрос от Саадат. Мне кажется, это очень хороший вопрос. Как найти идею для документального фильма, даже, возможно, для документального фильма, или бортажа, или капшн-видео. Как вообще найти идею? Но когда, в принципе, происходят какие-то рутинные события, мы пытаемся найти какое-то уникальное явление, необычное что-то. Но в период, ну, той ситуации, в какой находился Кыргызстан, буквально месяц назад или пару недель назад, было очевидно, что мы хотим снимать про коронавирус, потому что все об этом говорят, все хотят об этом больше узнать. Проблема в чем? Когда мы что-то делаем, мы пытаемся сделать то, чего другие не делали. Потому что повторяться никто не хочет, каждый хочет найти своего уникального героя. И мы посмотрели, какие вещи, или какие фильмы, или какие репортажи уже выпустились, мы увидели, что очень мало больших репортажей, очень мало таких полноценных историй. Есть какие-то короткие истории, и там не раскрывается суть, как это все происходит. Мы решили начать с волонтеров, потому что это, ну, кто не из Кыргызстана, я объясню, в Кыргызстане такая ситуация сложилась, что страну начали спасать сами люди, они сами начали спасать друг друга, сами самоорганизовались. И мы решили как раз об этом рассказать. Потому что первоначально, конечно же, мы хотели рассказать о врачах, но мы увидели, что о врачах уже было достаточной истории, и решили пока остановиться на волонтерах. О тех людях, которые говорят, ну, их еще не видно, их еще и так хорошо не показали. Потом вот я, Нуржимал, мы пытались найти героев, связывались. Мы выбирали тех героев, кто отчасти был на слуху, и о тех, кто еще, точнее, тех героев, кого еще точно не снимали. Потому что, например, вот там девушка, которая вместе с мамой готовит еду, Ширин Дива, мы вообще абсолютно случайно наткнулись, потому что мы пролистывали большой список волонтеров, там смотрели, звонили, смотрели, кто согласится, кто нет, и увидели, что про нее никто не говорил, и про нее никто не знает. Это абсолютно, как это никому неизвестная история. Хотя она очень часто публикует, там сторисы, выкладывает отчеты, как они собирают деньги, как они там с мамой, родственниками, друзьями каждый день готовят еду. И нам показалось интересно про это рассказать. Да. Что-нибудь хочешь добавить? Ну, да, вот так вот было. В общем, мы нашли с разных источников ребят, и хотели просто показать разные сферы, что волонтерство может быть разным. Кто-то идет на передовую с концентратором, у кого-то такая работа, а кто-то, вот кажется, туда, как будто легко взять и приготовить еду. Но когда ты идешь туда, ты понимаешь, да, что у людей, они в день чистят 80 килограммов картошки, и это 3-4 человека. И даже такое, казалось бы, простое действие, как готовка еды для многих, оно превращается в очень сложное, когда ты начинаешь на 100-300 человек готовить. Вот. И нам кажется, они такую гениальную работу делают, то есть они просто стоят утром дома, и начинают все чистить, и у них вот эта работа, она на целый день. И это очень физически, мне кажется, тоже сложно. Потому что мы там видели, да, девушка, она тоже не... Ну, девушка самая молодая, вот ее мама тоже среднего возраста, то есть это очень большие силы нужны и моральные, и физические. Потому что ежедневно чистить, ездить на базар, да, ставить себе такую опасность. Потом вечером делаешь заготовки, утром это все нужно готовить, потом развозить. Ну, в общем, такая работа, вот дело, которое в голове у всех, а, легко, да, там кто-то взял, приготовил. Но нет, на самом деле, это очень сложно. И вот хотелось показать, что из концентратора они едят, и готовят тонны еды, и то, что убирают в стационарах даже ребята, то, что они моют полы, в своих там сизах приходят. Совершенно обычные ребята, которые тоже, у которых были планы, которые не смогли улететь куда-то за границу, кто-то, кто-то там, ну, учеба ухода закончилась из-за коронавируса, и вот они решили, в общем, помочь. Так что, да, хотели вот показать, что все, казалось бы, все, что мы знаем, и то, что у нас в голове, просто хотели это показать, что действительно вот так вот оно и есть, и как оно происходит. Да, и я только добавлю, что когда ищешь героев или вообще тему, сейчас благодаря соцсетям это гораздо легче стало. Есть два, ну, базового способа, наверное, самое распространенное, как вообще находят историю журналисты, это когда кто-то кому-то что-то рассказывает, неважно, на вечеринке, или где-то ты сам услышал, или сам, ну, шел на базар и подумал, а почему бы об этом не рассказать. Ну, сейчас благодаря соцсетям это стало гораздо легче, потому что, сидя у себя дома, ты можешь пролистывать Twitter, Instagram, и что-то прикольное находить, переходить по ссылкам, общаться, разговаривать, находить таких неординарных героев, потом постараться ответить на главный вопрос, какая у них мотивация, и запечатлеть вообще сам процесс. Примерно так. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересно слушать изнутри. И... У меня сейчас приближка стала, какой-нибудь фильм посмотрю, а потом гугли фильм о фильме. Поэтому очень интересно. И у нас еще вопрос есть. Анна Шбеков, он хотел озвучить. Вы просто можете свой микрофон включить и нам задать вопрос нашим ребятам. Добрый вечер. Диек. Здравствуйте. Тут все. Спасибо большое, что делаю очень крутой фильм и посмотрел. Действительно, очень хороший, эмоциональный, сильный фильм. И вопрос у меня, наверное, больше технический, чем... В общем, такой вопрос. Есть ли у тебя минимум оборудования, ну, грубо говоря, телефон, петличка, и штатив. Можно... А, идея классная, хорошая, там, герой настоящий, эмоциональный и так далее. Можно ли... Можно ли пойти и снять хорошую документалку? Или все-таки нет? Коротко давай, да, я скажу. Ну, коротко, если я ответил на ваш вопрос, да, конечно, можно. И как раз таки, если вы в таком заинтересованы, можно рекламу, то как раз Хабаразия делает онлайн-марафоны, вот Азат там преподает. Если вам интересно, можете записаться в онлайн-видеоквест, который от Пражкова гражданского центра там я преподаю. В общем, да, и как раз таки мы там обучаем, как можно делать контент минимальными средствами. То есть, коротко отвечаем на вопрос, да, вы можете снять документалку на телефон. Но если у вас будет еще... Вот вы сказали, петличка у вас есть, это уже хорошо. А вдруг у вас еще и стабилизатор есть, то вообще прекрасно. То есть, там вообще проблем, мне кажется, с этим не возникнет. Вот. Азат, наверное, скажет. Да, Анура Джамал была оператором этого фильма, вторым оператором вместе с Селеком. Поэтому я начал отвечать. И вот Ануш действительно был выпускником, я помню вас. То, что мы вам там рассказывали о съемках, вы, в принципе, те же самые навыки можете применить для более продолжительных и длительных форматов. И если у вас есть крутой герой или крутая идея, и самое главное, вы более-менее представляете сюжетную линию или только хотите этого показать, потому что наверняка, когда вы будете снимать что-то долгое, у вас, как и у нас, будет несколько часов, там, типа, несколько дней съемок, это очень много. Потом у вас будет цель сократить это там в пару минут, там, 10-15 минут, может, в 30 минут с крутой контентом. И вам перед началом, самое главное, даже стараться не задумывать о технической части, потому что если у вас есть петличка телефона, это абсолютно достаточно. Если у вас есть селфи-палка, стабилизатор, то это еще круто. Потом самое главное, суметь вот визуализировать все уже в голове этот сценарий, который у вас есть, и по этому сценарию собрать материал, потому что наверняка, я уверен, если у вас уже есть какой-то крутой герой или крутая тема, что, скорее всего, вы захотите это преподнести через один фокус, сфокусироваться на чем-то одном, потому что наверняка будет очень много информации, и вы хотите все запихнуть, надо сконцентрироваться на одном. Но это будет самое сложное. А с технической точки зрения, на самом деле, это вообще не беда, если у вас нет камеры, есть только телефон. Абсолютно сможете спокойно и на телефон снять. Главное, конечно, в вашем случае, если будете снимать на телефон, это обязательно забудьте о том, чтобы у вас всегда был салфару-бэнк, всегда был заряжен телефон, и всегда было достаточно памяти, потому что такое большое количество съемки требует очень много памяти на телефоне, поэтому я вам настоятельно рекомендую хранить все не физически, если на телефон будете снимать, а где-нибудь в облаке, чтобы если вы отсняли, смогли синхронизировать, сразу в облако закинуть. Или если вдруг у вас телефон на 20-30 свободных гигабайт, то это здорово, если у вас есть возможность встроить туда флешку, то это вообще прекрасно. Еще некоторые люди, бывают, я знаю таких корреспондентов, которые снимают на два телефона, но это немного сложновато, конечно, я понимаю. Они, например, покупают дополнительные объективы широкоугольные, и когда снимают человека, ну, предположим, спереди, они могут снять человека одним средним планом на обычную камеру, а на вторую камеру, которая над телефоном, уже снять на широкоугольный объектив, просто дополнительно телефон покупает, и в этом случае, получается, они делают разбивку кадров в средний план и большой план, крупный, точнее, такой широкоугольный. И это как вариант для вас, если вдруг у вас минимальными средствами хотите снять какой-то большой репортаж без проблем. Но мне кажется, что еще было бы хорошо, если вы так снимаете, если вы не один, например, а у вас есть какие-то единомышленники или единомышленницы, у которых тоже есть телефон или что-то другое, и у вас примерно одинаковое качество, скажем, два айфона, или там два Xiaomi, то вообще-то супер, вы можете вместе снимать, и тогда шансы, что у вас хороший контент в два раза больше возрастают. Классно, спасибо большое за такие советы. Продолжая рекламу, вы можете обучиться капшин-видео не только онлайн, но у нас на сайте медиашколы есть записи, и очень много полезной информации. У нас еще один вопрос был в чате, который чуть раньше поступил, чем подняли руку. Думали ли вы снимать фильм на английском? И насколько помнит человек, который задает вопрос, у вас были видео уже на русском? То есть, была ли такая версия? Вот смотрите, сейчас, так, касательно, если план Б самоспасения, то, к сожалению, этот фильм будет только на русском языке, он уже есть, и также некоторые люди захотели его перевести на английский язык, и в этом помогли нам. Сейчас мы также добавим там титры, будут на английском. А в общем, контент будет ли на кыргызском? Хороший вопрос. В ближайшее время мы будем как раз реализовывать этот один проект. Нам кажется в команде, что действительно существует такой большой разрыв между городским и сельским населением, между кыргызоязычным и русскоязычным населением, и мы хотели бы восполнять этот пробел, но так как сейчас наш основной язык русский, в основном контент будет выходить на русском языке, но вот в этом проекте, который скоро будет, скорее всего, там будет такой оралаш, да, получится, кыргызо-русский, но когда чуть-чуть расширимся, и у нас будет больше ресурсов, наверное, в команде кто-то будет, тогда, скорее всего, будет на кыргызском, но в ближайшее время, там, в ближайшие два месяца контента на кыргызском языке не будет. да, вот этот вот важный момент, что мы сами очень плохо говорим на русском языке, это основной фактор, мы понимаем, ой, на кыргызском языке, да. Ну, мы, можно сказать, отметим, что мы не так плохо говорим на нем, мы скорее просто в рабочей среде используем русский язык, и из-за этого вот в такой профессиональной деятельности сложно. Бытовой кыргызский, да, но именно профессиональный кыргызский сложновато будет. То есть, вот в будущем видео, которое вы увидите, там будут герои, которые будут говорить на кыргызском языке, и мы с ними будем спокойно разговаривать, понимать, они нас понимают, но сам контент все равно оформлять нам легче. Так вот, к сожалению, получается. По крайней мере, я плохо говорю на кыргызском языке, и это, на самом деле, основной фактор, когда ты не можешь спокойно выражать свои мысли на этом языке, где сложно предназначить этот контент. Но когда мы, например, проводим тренинги по видео, мы всегда говорим, что у нас очень высокая потребность видео на кыргызском языке, она прям везде чувствуется. Если вы выпускаете какой-то контент на кыргызском, он довольно неплохо набирает просмотры на YouTube, и на YouTube очень много контентов, больше, чем 10 миллионов просмотров, которые чисто на кыргызском языке. И люди часто гуглят на кыргызском, хотят смотреть видео на кыргызском языке. Та же самая проблема в Казахстане, кстати. В Казахстане не хватает годного контента на своем родном языке, казахском. Поэтому, если вы хотите что-то сделать, и вы можете сделать это на своем родном языке, иметь на том, на котором говорит большая часть населения, это здорово. Но у нас с этим, конечно, проблемы. Хорошо, спасибо, ребят. У нас есть поднята рука, Джаслан. Вы можете включить свой микрофон и задать свой вопрос. Добрый вечер всем. Это Джаслан Кирей из Астаны. Я также проходил курсы по капшин-видео от Кэбрэжа. Классные курсы. У меня такой вопрос о препятствиях и как вы их преодолевали, сталкивались вы с препятствиями, так как поступала информация, что у волонтеров в Кыргызстане были проблемы во время попыток оказания помощи. Спасибо. Спасибо, Руслан. Да, спасибо. Когда мы снимали, вот эта вот ситуация, ее можно, грубо говоря, сказать, что еще не было, потому что попытки давления на волонтеров, а даже скорее на врачей и медицинские другие организации, которые принимают помощь от благотворителей других организаций, она началась чуть позже. Мы выпустили наш док-фильм, потом другие начали об этом говорить, и все уже поняли, что страну спасают волонтеры, и просто частный сектор сами этим занимаются, сами люди этим занимаются. И потом мы увидели, в принципе, в сетях, стали об этом писать, что врачам звонят или где-то даже выходили постановления, указания о том, чтобы они перестали просить помощь. Но когда мы снимали, этого не было, поэтому мы с этим не столкнулись. Другая проблема была, когда, например, мы хотели зафиксировать в тот момент, когда врачи получают помощь. Это очень важно. Одно, когда ты снимаешь волонтера, который готовит еду, другое, зафиксировать врача, который берет эту еду. Потому что же в любом репортаже должен быть конфликт. Это основа сюжета. Нет конфликта, нет репортажа. Бессмысленно снимать эти конфликты. Должна быть какая-то проблема, которую мы освещаем. И тут была проблема, что государство не помогает. Да, очень ясная проблема. И мы хотели зафиксировать, поговорить с врачами. И, конечно же, уже тогда врачи немного боялись об этом говорить. Например, есть клиника государственной Бишкеки, которая обслуживает, или точнее, лечит милиционеров, вообще сотрудников КМБ, кто был болен коронавирусом. И они как раз, врачи в этой клинике, они приезжали за этой бесплатной едой. Мы думали, ну блин, это же прекрасно. Господи, отличная тема. Они приезжают за бесплатной едой и потом лечат наших милиционеров. Но женщина, которая приезжала за едой, бухгалтер, она сказала, что им запретили вообще в соцсетях что-то писать и запретили с пресса разговаривать. И, конечно, мы немного расстроились. Жалко, что мы не смогли снять, потому что это была бы просто мега-замечательная история, просто потрясающая история. Но то же самое с другими врачами. Они с творчеством принимали помощь, но не хотели говорить на камеру, что у них проблемы. Не все врачи, по крайней мере, ну, такие храбрые, потому что тебе наверняка по башке дадут или позвонят сверху и скажешь, ну, что ты делаешь? Зачем так об этом говорить? Зачем ты понижаешь статус государства? Да, вот так вот было. И мне кажется, сейчас мы также планируем новый фильм. И, конечно, возникают трудности. Давайте сначала про план Б самоспасения. Там какая трудность была? Ну, не трудность, а вот вы спросили, да, про препятствия. Я думаю, препятствия у всех в голове. В самом видео вы видели девушку, которая начала жаловаться на государство, говорить, что ее знакомая, ест сэндвич один и больше ничего им не дают. И в этот момент ее мама говорит, да, ну, не надо судить государство, кузым там, ну, доченька моя, не надо судить, мы делаем добро и все. То есть, понятное дело, что вот старшее поколение, да, в данном случае, у них все равно какие-то есть страхи, возможно, ну, не хочется говорить со времен Советского Союза, но, скорее всего, так, есть определенные страхи какие-то в голове. И прекрасно, когда взрослые люди это преодолевают, да, потому что мы молодые, как, нас уже так учили, мы так выросли, да, что вот мы можем говорить все, что мы захотим, и у нас по-другому не работает. А у старшего поколения все равно есть какие-то внутренние, какие-то самоцензуры, барьеры, вот. И также позже, потом, когда с концентратором ребята, которые ездят, тоже там просили проверить кадры, в общем, на наличие чего-то, я думаю, может, на критику власти или чего-то. Но мы отказали, конечно, сказали, что так не положено просматривать заранее фильмы или какие-то части убирать по их желанию, поэтому отказали. Вот. А насчет будущих фильмов тоже сейчас пытаюсь я договориться с Министерством здравоохранения Кыргызстана. Тоже возникают трудности, тоже спрашивают, с какой точки зрения будете освещать, с положительной или с негативной. И ты им отвечаешь, с нейтральной, вот как есть, а потом они просят еще что-то, а потом ты говоришь, нет, это не положено, есть этический кодекс журналиста, пожалуйста, не предлагайте странных вещей, условно. Вот. Так что, вот такие барьеры есть, я думаю, в первую очередь они связаны с боязнью критиковать государство. И она не так ярко выражена в Кыргызстане, но вот во время пандемии, почему-то, я думаю, во всем мире такая проблема была, во всем мире государство накладывало какие-то запреты, ограничивало движение. Вот в Кыргызстане, мне кажется, многие боятся критиковать, особенно после показательных случаев, когда вызывают ДКНБ и заставляют изменяться. А Нуш тут спрашивал еще про минимальность, я вспомнил очень важный момент. Если вдруг у вас нет самого какого-то оборудования, но вы знаете, что какое-то агентство будет с вами сотрудничать, или, например, вы им предложите взамен бесплатно ваш фильм, я уверен, в вашей стране найдутся такие агентства, которые скажут, да, давай, без проблем, мы тебе дадим какое-то оборудование, которое тебе необходимо, а взамен мы можем возьмем твой фильм бесплатно. Мне кажется, если вдруг вы можете пользоваться камерой, штативом, или вам не нужно другое оборудование, может, даже по свету что-то, вы можете так поступить, если вдруг не хотите снимать на телефон, это другой вариант. Спасибо. У нас тут вопросы больше уходят в техническую часть, начались такие детальки. Я объединю два вопроса. Сколько по времени ушло на фильм, предпродакшн, съемки, постпродакшн, и вопрос про финансы. Сколько стоит снять такой фильм? Имеется в виду гонорары для оператора, монтажера и так далее. И можно ли как-то монетизировать свой труд на этом? Вот, можете с любого начинать. Давайте начнем с предпродакшна. Ну, все время фильма, я думаю, заняло где-то неделю, да, я правильно говорю? Неделя это было? Ну, в общем неделю вместе с съемками. В общем неделя. То есть, это один день ушел на то, чтобы найти героев, ну, два, может, условно, потому что кто-то не отвечал. То есть, найти героев, все это подготовить, заранее договориться там один-два дня. Затем сама фаза активной съемки шла три дня, и потом уже оставшиеся два-три дня мы монтировали. То есть, ушло не так много времени. Восемь дней где-то. Восемь дней, да. Но из-за того, что материала было очень много, а еще потому, что у нас есть параллельно другие дела. Ну, то есть, не то, что это не единственная вещь, которой мы занимаемся, да, этот фильм. Еще есть работа, там, вещи другие. И, вот, условно, восемь дней. Ну, это не было интенсивно. То есть, вот, три дня съемки были очень интенсивные, но сам момент монтажа он не был таким, что с утра до ночи, да, три дня. Нет, это, условно, там, день, поскольку, шесть-восемь часов, думаю. Ну, да, но мы еще понимали при монтаже, какие точно кадры у нас получились самыми удачными, какие фразы были наиболее эмоциональными, и мы уже, ну, у нас уже был более-менее сюжет, поэтому мы по нему и выстраивали, но не надо было отсматривать. Поэтому бывает такое, что, например, в предыдущих наших двух фильмах, например, про Якова, которых мы снимали, у нас была недельная съемка, и потом мы приходили очень долго отсматривать, потому что мы уже забыли, что наснимали хорошего. А тут мы на свежую голову быстро все делали, поэтому в день, если по шесть часов монтировать, в принципе, в общем, вместе с поиском героя вся съемка, и можно за осенью уложиться. И насчет денег. Этот фильм нам точно не принес никаких денег, абсолютно больших. Ну, можно сказать наверняка, что, наверное, есть способы монетизации, но у нас, во-первых, не было такой цели, на нем как-то заработать и монетизировать, поэтому насчет этого ничего оптимизировать, я вам точно не могу сказать. Но другой момент, что бывает такое, если вы вдруг станете крутым документалистом, это я точно знаю, есть очень крутой документалист в Мансике, он из России приезжал, и он говорил, что если вы снимете какой-то очень крутой репортаж, довольно много агентств, которые готовы это купить. Единственное, что они заранее утверждают темы, это не так, что вы снимете, а потом вы им покажете, хотя, может, и такой момент тоже есть. Есть такой агент, называется «Настоящее время», и у них открылся относительно недавно, два-три года назад, при них отделе там «Настоящее время док», что-то такое. Реальное. Реальное кино, да. Поэтому, если вдруг кто-то из вас захочет монетизировать, как-то продавать, если такая есть цель, это очень здорово на самом деле, потому что, конечно, то, что вы делаете, должно приносить вам деньги, потому что вам что-то надо явно жить. То вы можете связаться с такими агентствами. В Кыргызстане очень сложно на этом заработать деньги, если только это… Ну, вы не утвердите заранее в каком-то агентстве или для какого-то агентства отдельно, а не снимете. Когда вы снимаете для себя как блогеры, ну, вы на этом точно не заработаете. Еще важно сказать, что мы сами болели коронавирусом, и когда болеешь коронавирусом, движешь дома, да, у тебя болит голова, ты смотришь телефон свой, и ты понимаешь, сколько всего плохого и хорошего, скорее, плохого, да, происходит сейчас в стране, и вот это, наверное, было главной мотивацией показать, как вещи происходят на самом деле с волонтерами, потому что все, наверное, видели ужасающие видео, я тоже видела, и мы все переживали, общались, говорили об этом, и думали, как мы можем делать свой вклад, и вот, наверное, вот так вот мы и сделали. Спасибо большое. Еще такой вопрос, насколько я знаю, вы тоже, ну, по большей части, наверное, до этого снимали капшн-видео, и здесь вопрос, как понять, снимать капшн или документальный фильм, вот, и, может быть, технически еще объяснить, чем они отличаются, и вот, как бы, был ли это для вас первый опыт документального фильма, вот, как-то в этой теме, если поговорить. Ну, в моем случае, это не был первый документальный фильм, который я делал, а касательно разницы форматов, тут все очень, на самом деле, просто, вы исходите из фронометража, и если у вас вдруг что-то очень короткое, минутное, и вы знаете, что, ну, вы больше не вытянете, это вот одна история, у вас не так много времени, и, скорее всего, не так много возможностей, чтобы потом искать других людей, вам нужно прям сегодня выпустить это или завтра выпустить, то, конечно, вам нужно выбирать формат капшин-видео от одной до трех минут, все это сфотографировать, сфотографировать с какой-то очень клевой, динамичной анимацией, чтобы потом в соцсетях это хорошо смотрелось. А если вы понимаете, что вы хотите... Вообще, в чем крутая фишка до капитальных фильмов, потому что вы фиксируете живой момент, вы там можете прочувствовать, как герои живут, как они работают, и сможете заснять те моменты, которые, скорее всего, в капшине не покажете, как он просто стоит с телефоном, чтобы прочувствовать этого человека, прочувствовать там атмосферу. В капшине это очень сложно сделать. Капшины больше для того, чтобы информировать людей, а документальные фильмы, они больше для того, чтобы рассказать глубже историю. и поэтому мы выбрали Миндфорам, потому что капшины уже были о волонтерах, их достаточно много было, но никто не снимал что-то полноценного. И мы попытались, мы решили что-то такое попробовать сделать, чтобы глубже показать все герои и посмотреть, как они живут, что они на самом деле думают, какая у них мотивация, именно зафиксировать все эти моменты от начала до конца. Да, то есть здесь капшины еще часто показывают один отдельный случай, а потом вводят к общему. Здесь же действительно мы показали несколько случаев, потому что мы не хотели брать одного героя или героини, а все-таки хотели показать, что это коллективное что-то, что объединило много людей. И чтобы понять, почему каждый действует так или иначе, вот решили делать именно документальный фильм. То есть мне кажется, все зависит, от вашей головы. Если вам есть о чем рассказать и если вам есть о чем рассказать интересно на 15, 20, 30 минут, конечно, выбирайте этот формат. А если вы понимаете, что что-то у вас новостное, или такая более короткая, понятная простая история, то, да, вот Азат Ряновского одной трех минут будет достаточно. И, конечно, мы до этого делали капшин-видео и потом только взяли этот фильм. То есть мы не просто так взяли и сняли. То есть мы тренировались на таких маленьких историях. Да, и если вы собираетесь снимать что-то репортажное или такой формата док, то, конечно, на эти даже 15 минут вам потребуется много часов съемок, потому что в документальном формате вы пытаетесь фиксировать все, что там происходит. Для вас важно максимально просто подряд снимать и снимать, хотя, конечно, у вас условно в голове уже вы проговорили с командой сценарий и понимаете, что вам нужно снять, но вы снимаете как можно больше, чтобы схватить вот эти вот удачные кадры, поймать те моменты, когда человек, поймать эти вот живые общения, живые моменты, это очень важно, потому что в репортаже у вас этого нету, зато документальных фильмов сможете спокойно ставить эти живые отрезки. и дальше смотрите по времени, мне кажется, это многое играет роль, но это очень важно, сколько у вас есть времени и сколько у вас есть ресурсов, то есть нужно понимать, какой финальный продукт вы хотите и сколько вы готовы вложить усилий туда, и нужно понимать, что вот этот фильм, например, многие вещи снимались, там вы видели, да, кадры ночью, то есть мы условно встали там во сколько, в 7 утра, поехали, поснимали, как люди готовят, а потом мы понимаем, что в 2 часа дня там один телег поехал снимать, как разводят еду, да, а мы после обеда поехали волонтера с азатом снимать, волонтершую девушку, и потом до ночи с ней были, то есть это было до 12 ночи, и это очень сложно, с 7 утра до 11-12 ночи это беспрерывная много съемок, только там обед, да, один час. Да, и, наверное, документальные фильмы очень важно быть с героем, желательно, возможно, несколько дней, если не так много времени, как у нас, хотя бы один день полностью с ним провести, прочувствовать его, потому что вы сам, как, ну, монтажер, там, автор, должны полностью понять этого героя, провести с ним как можно больше времени, чтобы лучше его раскрыть. Хорошо, спасибо большое, у нас тут 2 вопроса, они очень схожи, первое, это про, расскажите про самоцензуру и вообще, как быть с цензурой, и были ли всякие помехи во время съемок от правоохранительных органов или местных исполнительных органов, как противостоять системе в эти моменты? Это очень сложный вопрос, про как быть самоцензурой, это сложный вопрос, наверное, это очень простой ответ, это просто не бояться, но его сложно осуществить, потому что, да, страх — это очень такая опасная вещь, как быть, не знаю, мне кажется, будучи в Кыргызстане, мне сложно, например, про Таджикистан что-то говорить, потому что мне проще сейчас своё право на свободу слова реализовывать, да, по всем критериям объективным, но я думаю, что когда у вас будут единомышленники, единомышленницы вокруг и когда у вас есть какая-то цель и вы проговариваете, то страх, он как минимум спадает. Нужно искать единомышленников, нужно с ними разговаривать, нужно проговаривать свои страхи, в первую очередь озвучить их, сформулировать, сказать, что мы вот этого боимся, вот этого, потом понимать, как вы минимизируете свои риски. Касательно самоцензуры, постараться, наверное, ну если вы снимаете что-то объективное и качественное, всегда постараться давать, как это есть. Не бывает однозначно хороших или, наверное, плохих историй людей. Когда, например, вы читали скандал вокруг расследования «Медуза» связанного с делом в сети, вы видели, что «Медуза» была единственным фирмагентством, которое это преподнесло в совсем другом свете. И иногда нам одни люди кажутся однозначно хорошими, а другие люди кажутся однозначно плохими. Тут у нас, конечно, все очень однозначно получилось, но если бы даже тут были бы волонтеры с какой-то другой мотивацией или с другой целью, или мы что-то такое зафиксировали бы, у нас не было бы такой самоцензуры, чтобы мы это не вставляли, чтобы показать в дурном свете волонтеров никаким образом. Потому что, наверное, наш долг, как люди, которые пытаются передать, ну или зафиксировать в момент времени, что сейчас происходит, чтобы потом люди, когда в будущем через 5-10 лет смотрели это, они это получили максимально объективно, а не с одной точки зрения. Поэтому, если вдруг ваш герой делает и хорошее, и плохое, покажите то и то, а не надо стараться преподносить это все в одном свете. Если даже общество вдруг на это плохо реагирует, ничего страшного, для вас же важно преподнести честную информацию, это гораздо важнее. Да, учиться свободно мысль, мне кажется, это такой навык. То есть, самоцензура очень страшная вещь. И, да, это единственное, я говорю, это только среда нужна, такая свобода мыслящая, когда вы будете понимать, что вы правы, и когда вы будете понимать, что да, вот так и надо делать, как я считаю, как нужным и как и есть на самом деле. А так, сложно сказать. Но эта съемка, она не была мега какой-то рискованной. Вообще не была, да. Еще такой вопрос, следующий. И с Инстаграма тоже интересовались люди конкретно по съемкам во время пандемии. И вот здесь вопрос на то, как реагировали ваши близкие. Вообще, как пандемия и эта ситуация сказалась на съемках, на процессе съемок? Как вас родители отпустили, как потом вы, может быть, ну, или средства защиты использовали и так далее, как вы готовились? Очень просто. Ну, во-первых, азателек, они уже без родителей, да, живут? Ну, самостоятельно. В моем случае, в моем случае я действительно живу с мамой моей. Вот. И, да. И у нас сейчас достаточно большая семья. Но в моем случае, как я временно переехала от своих родителей, чтобы их не заразить, во-первых. А во-вторых, недавно мы сами болели продолжительное время, как я уже говорила. И после болезни, когда прошло уже 4 недели, 3-4, 3,5-4 недели, вот тогда мы начали съемки. И как раз недавно сдали тест на эти тела, и, как выяснилось, их много, и мы действительно переболели коронавирусом. То есть в этом плане риски были минимальны для окружающих, потому что уже мы были переболевшие, и минимальны для нас, потому что, скорее всего, ну, как подтвердил тест, выработался иммунитет. Но на тот момент на руках результатов теста не было, поэтому мы, конечно же, купили СИЗы. И вот до этого для Клопа я делала репортаж из Нарын, из Атбаши, инфекционной, ну, там сейчас стала больница районная, она стала инфекционной, по сути, да, и благодаря тому опыту мне вот показали там, как правильно надевать средства индивидуальной защиты, как правильно снимать их. Врачи проходят целую аттестацию, да, по этой теме. И вот я там была 2-3 дня, и за это время, с утра до ночи в больнице, за это время мне показали и как снять, и как надеяться правильно, и как обрабатывать, и чем обрабатывать. И если вы будете идти на такие съемки, обязательно просмотрите на сайте Всемирная организация здравоохранения, или просто свяжитесь с врачом, в ближайшем. Все они проходят аттестацию, все они знают, как правильно это делать. Вам нужно, чтобы вы показали. Вот. И нужно, конечно, держать дистанцию. Во время этого фильма были соблюдены все правила, я думаю. Ну, или, по крайней мере, мы старались это делать. Да. Может, если даже где-то ошиблись, то мы старались это делать. Ну, и плюс это дает какую-то уверенность в безопасности в наших бюрох, потому что они видят, что мы стараемся обезопасить их и себя, и они с большим доверием к нам относятся и спокойно дают нам интервью, или спокойно впускают к себе дом. Спасибо. У нас время так быстро пролетело незаметно, и вот еще пару вопросов лично от меня, от нашей команды. Были ли какие-то у вас такие случаи, покапы, которые вам запомнились во время съемок? И вот еще мне на память пришло видео, я не знаю, было ли оно связано со съемками. волонтер Софии Айдана, там вот она спасала человека, и совпало ли это с во временем съемок? Просто вот интересно, или это совсем другая история? И про факапы. Ну, давайте начнем с Софии Айдана. Нет, она там не совпала, на самом деле. Там был другой дяденька, вот когда мы снимали бабушку, которая, которая была очень плохая, в этот момент она показывает видео, что вот ее друзья там спасают на улице с человеком, но это совпало, конечно. Но мы не стали туда ехать, но если вдруг вы кого-то снимаете и там где-то проходит мега какое-то крутое событие, не надо ехать, надо оставаться своим героем, потому что мы уже начали, это тоже совет. Но мы туда не стали ехать, остались здесь на месте. И был такой факап, что после этого София Айда нам сообщила, что бабушка умерла. Вот тот конечный герой, который был, она нам сказала, что она умерла, и мы офигели, типа была очень плохая новость на самом деле. Мы смеемся не потому, что она умерла сейчас. Да, и мы просто объяснили. У которой со францем упала, да? Да, там у нее очень плохо было там. 30-чем-то было, когда мы приехали. Она была практически при смерти. И нам было плохо, что мы сняли такого героя, нам не очень хотелось этого сделать. И, ну, к счастью, оказалось, что София Айда, она ошиблась. Такое тоже будет. И, да, бабушка у нее умерла. Но этих волонтеров много, они постоянно кому-то ездят, и поэтому так с учетом, перепутал информацию. Но, к счастью, да, бабушка умерла, она осталась жива, поэтому все нормально. Это был факап, конечно. Другой факап технический. Например, мы всем легко объясняем, как снимать и как легко монтировать. Но когда ты сам что-то делаешь, конечно, ты совершаешь миллион ошибок. Ей. У нас тоже такое было. Когда с Софией Айданом мы ехали в машине, может, чувствовали, там не очень хороший звук был. И мы пытались вырезать уксочки, где был звук лучше. Вся проблема в том, что была окна, машина не открытая, и когда машина едет на скорости, ветер попадает сильно внутрь машины, и это мешает звуку на петличке. Мы, в принципе, это понимали и почему-то вообще про это забыли, потому что заговорились с Софией и совсем про это забыли. А потом когда поняли, что окна открыты и там ветер, об этом уже сказали и попросили закрыть. Ну, это, наверное, еще второстепенная проблема про то, что окна были открыты. Наверное, первостепенная проблема была то, что эта петличка была в неисправном состоянии. Как в этом выяснилось, она отконтачивалась. И то есть вам большой совет такой. Мы сами всегда говорим, мы сами преподаем и говорим, проверяйте оборудование. Мы проверяли, на старте все было хорошо, а вот пока доехали и начали снимать что-то, да, там звук попортился. Вот, поэтому, если есть возможность, всегда дополнительное оборудование должно быть собой. У нас, к сожалению, было лимитировано, и вот петличка была одна, и она не очень хорошо оконтачивала. Поэтому вот так вот получилось. Да, и, например, учитывая, что у нас была одна петличка, я свой звук, там, внутри ведущий, я записывал на телефон, у меня есть проводная петличка на телефон, и получается, внутри меня был телефон в кармане, и внутри сез, и петличка, она была проведена на телефон, и туда подключена, и записывала все на обычный диктофон. Это, кстати, вопрос о том, как снимать минимальными средствами. Не обязательно иметь много оборудования, достаточно, иметь даже свой телефон, и наушников, и потом использовать наушники как микрофон, это тоже возможность, чтобы записать хороший звук. И пушка, мне кажется, хороший выход, она недорогая, можно за 3000 сомов, это сколько, ну, условно, за 50 долларов купить нормальную пушку, которую будут отлично записывать. И другой факап технический был, когда, например, часть съемок была, когда волонтеры там убирались во дворце спорта, там вся съемка как раз была без звука. Тоже петличка. Да, там все вырубилось. Потому что ты в наушниках в сизе потеешь, а потом ты выключаешь наушники, и тебе кажется, что все нормально, так же идет записи. А потом оказалось, что там нифига звука не было. Поэтому, да, будьте осторожны в этом плане. Но такое всегда случается. У нас не было ни одного докфильма или большого репортажа, где все было технически хорошо. Мы к этому привыкли, конечно, но стараемся допускать такие ошибок меньше в последующем. Классно, спасибо. Я думаю, сейчас многие вздохнули, что даже у профессионалов и медиатрениров случаются такие факапы. для кого-то может быть вдохновением, что можно начать, и ошибки все равно будут. И вы упоминали, что будет следующий фильм. Можете немножко поделиться своими планами творческими в рамках проекта, которые будут? Ну, может так, чуть заинтриговать, какой-то небольшой титер. Да, смотрите на следующий фильм. У нас тематика постоянно меняется, потому что меняется актуальность. Но есть вещи, которые нам кажется важными зафиксировать. Думаю, что эти вещи, наверное, фиксируют историю. Ну, потом на это все будет реально интересно смотреть. Ну, нам субъективно так кажется. Это вещи, связанные с бизнесом. Как вообще вся эта ситуация повлияла на бизнес. Но то, что мы сейчас пытаемся договориться и понять. Потому что, ну, из того, что мы уже собрали, то, что мы знаем, достаточно много компаний, возможно, которые даже на слуху и которые менее на слуху, которым пришлось закрыться. Но, с другой стороны, есть бизнес-компании частные, которым, на самом деле, удалось неплохо заработать во время коронавируса. Есть это обратная сторона всего этого. И нам хочется вот это все зафиксировать. Потому что все повлияло на то, не только на то, насколько денег у людей осталось, а еще и на потребности людей. Как они стали покупать, чем они стали пользоваться. Потому что это меняет, ну, это фиксирует то, как меняется наш быт. Да. И вот про докторов мы хотели взять. Сейчас на сайте договора, в общем, пытаемся договориться. К сожалению, тяжело получается. Все мы знаем, да, как работают доктора. все мы в это время. Вот самое главное, да, что, чего в Кыргызстане мало. Все мы знаем, что докторам было тяжело. Все мы знаем, что было тяжело. Ну, в больницах были переполнены. Но вот сейчас кто-то из вас, кроме отдельных видео докторов, где их наказывают позже за то, что они говорят правду, сможете ли вспомнить, говори хоть одно видео или фильм или хоть что-то про то, как было внутри. Наверное, никто сейчас не сможет это сделать. Может, есть текстовые вещи какие-то, но видеоформате нет. То есть, это крупицы информации, которые вокруг нас летают. Но там мы скорее пытаемся ответить на вопрос, а почему доктора заражаются? Потому что не так много стран, где такой высокий процентаж. Мы сейчас не говорим, на процентаже не количественный, а вот предположим, у нас условно в стране 10 тысяч докторов, и из них 30-40% заболело. Почему так много в стране заболело? И тут благодаря тому, что Нуржамала ехал, съездил, точнее, в Адбаши, в Нарын, а это было единственное, да? Это да, там, в общем, место было, которое они победили коронавирус, и у них рядом Нарын, а в Нарын, Нарын третий после Бишкек, дальше еще что-то из Кулина, наверное, было, и Нарын третий по заражениям, а, Бишкек, ош Нарын, вот, и несмотря на это, Адбаши находясь там в 40 минутах езды, у них все уже хорошо. Да, как вот какой-то регион справился с коронавирусом, и там все получилось благодаря тому, что там главврач оказался довольно образован, и все читал с интернета, и все делал по инструкции, чтобы врачи не заразились. И мы хотим понять, почему так много врачей у нас заразилось, попытаться ответить на этот вопрос и разобраться с компенсациями врачам, потому что это, ну, другая важная вещь. Потому что сейчас, во-первых, все спало, это клево, мы очень рады, что все спало, и наверняка будет другая волна, и, и, вот в этот момент, когда все спало, врачи ждут, когда им выплатят их компенсации долгожданной, и надо понять, как это все сработает, потому что, как оказалось, тоже не все так просто. Каждому зараженному врачу обещали 200 тысяч сомов, каждому, каждой семье, где врач погиб, обещали по миллион сомов. И, к сожалению, конечно, тут тоже не все так гладко. Вот, вот такие вот планы. Ну, еще много чего будет, но давайте мы не будем. Ну да, связаны с образованием, потому что, например, когда показывают пару уроков на телеканале, потом отправляют какие-то задания по WhatsApp, это явно дистанционное образование, и как наша страна к этому готовится, потом как это будет в сентябре, это тоже будет очень интересно зафиксировать. Вам предложение, если через 2-3 месяца вы не увидите ни один из этих репортажей, берите свой смартфон, идите, снимайте. Да, нет, лучше уже сейчас делайте, потому что, да, не упускайте время. И, кстати, какие-то фильмы вы можете начать снимать сейчас, а потом зафиксировать в сентябре итог, например, как связано с дистанционным образованием, зафиксировать то, как все-таки они готовятся к этому, какие они обещания дают, что ожидают врачи, а потом в сентябре уже, да, посмотреть, как это получилось. Я думаю, вы сейчас скажете, если через 2-3 месяца вы не увидите эти фильмы, напишите нам, мы пополним вам баланс на пизоцовом. Вы просто идите. Ладно, я хотел сказать, очень держайте, Мы все-таки будем ждать. Да, по-сенее, мы постараемся, мы сделаем все возможное, обещаем торжественно. Хорошо, и у нас время совсем уже закончилось, но есть последний вопрос от нашего участника, Нариман Джунусов, спрашивает, что стоит посмотреть, прочитать, изучить, прежде чем писать сценарий и снимать именно документальный фильм. Дайте, пожалуйста, пару советов. По сценарию, вот я лично ничего не читал и не проходил, хотя есть курсы, на которых телег был. Единственное, из чего мы исходили, из опыта, того, что мы уже снимали много плохих вещей, каких-то средних, что-то удачное там редко появлялось, и только исходя из опыта мы поняли, как составлять эти вещи. Но я очень сильно советую много смотреть, вот смотреть, как можно больше документальных фильмов. Это могут быть документальные фильмы BBC на русском языке, я очень наставить и рекомендую. Это обязательно документальные репортажи Vice, и когда вы смотрите, вы уже моментально учитесь тому, какая там структура, как они организовали, ну, вы в голове раскладываете, ага, этот герой говорит про это, ага, они сняли очень много крупных вещей, потому что с телефона это лучше выглядит. Ага, они очень часто сделали высокую динамику, разбивка кадров, потому что так больше привлекают людей. Очень сильно советую смотреть документальные фильмы на Netflix, если такая возможность. Офигенный документальный фильм, который все обсуждали, это Tiger King, это просто-просто шедевр. Наверное, никогда, кстати, в истории документальных фильмов так много не обсуждали документальное кино, как сейчас. И вот благодаря Tiger King появилось какое-то вдохновение, мне кажется, в принципе, для документалистов по всему миру больше снимать документального, а не художественного. Потому что документальный это всегда круто, это про нашу жизнь, про то, что реально происходит. Если вы посмотрите Tiger King, король, не знаю, король тигров, что-то такое, я не знаю, как правильно перевести, обязательно посмотрите, мне кажется, это вас очень сильно вдохновит. И обязательно посмотрите фильмы Манского, восход, я не знаю, как правильно называется, восход солнца, что-то такое, про Корею. У него очень много хороших документальных фильмов, но это больше всего вам понравится. Была такая история, что вот команде Манского разрешили поехать в Северную Корею, но они должны были снять очень позитивный фильм, как в Северной Корее все хорошо, ну, как и другая российская команда. Но учитывая принципиальность Манского, они использовали две камеры. Одну, которую видели люди, которые обслуживали их, рядом с ними были, а вторую, которую никто не видел, и они зафиксировали все, как на самом деле происходит в Северной Корее. Я считаю, это безумно крутой пример хорошего документального фильма. Поэтому максимально больше смотрите Vice, Настоящее время, BBC, Netflix, и пытайтесь в голове понять их структуру, как там все снято и сделано. И я думаю, это вас, во-первых, очень сильно вдохновит. И от вашей истории будет зависеть больше, чем от технической части. Попытайтесь больше думать об истории, нежели о каких-то технических моментах. Спасибо большое. Мы постараемся ваши ответы тоже как-то оформить, чтобы и опубликовать в соцсетях, чтобы зафиксировать. Спасибо всем за вашу активность, за ваши вопросы. Напомню, что наша встреча была посвящена документальному фильму «План Б. Самоспасение». Мы разбирали технические, какие-то даже психологические где-то моменты. Спасибо большое. Это было очень интересно. Эта встреча и этот фильм, он стал возможным благодаря проекту «Развитие новых медиа и цифровой журналистики в Центральной Азии». Мы также благодарим медиашколу Кабарази. У нас на сайте есть целый курс видеоуроки по созданию капшин-видео, где как раз-таки Азат и Телег, который так и не появился, они принимали участие в разработке. Вот. Пожалуйста, welcome на наш сайт, на нашей соцсети, в Инстаграм команды «Башта». И благодарим также за финансовую поддержку правительства Великобритании и также за поддержку издания «Клоп.г». Всем спасибо, берегите себя, соблюдайте дистанции. Спасибо, Кабарейжа, спасибо вам, что вы присоединились. Да, спасибо, было классно. Будем ждать. Много людей интересуется, и я вам желаю всем снимать, если вы хотите, вот, а если вы не снимаете, то просто лайкайте, комментируйте, делитесь нашими видео. Субтитры сделал DimaTorzok